Господа, Антонио здесь. Сегодня я отвечу на ваш вопрос. Антонио, как избавиться от темных кругов под глазами? У вас есть эти синяки? Смотрите на себя в зеркало и думаете, как бы от них избавиться? В этом видео, друзья, я расскажу о пяти причинах, почему они появляются, и дам вам 7 советов, как избавиться от темных кругов под глазами. Я не могу сказать, что это поможет каждому справиться, однако стоит попробовать, проверьте каждый. Это будут не инвазивные методы. Я придерживаюсь этого пути вместо экстремальных, как и некоторые люди ложатся под нож. Итак, перед тем, как начнем, друзья, я хочу обратить внимание, если вы испытываете боль, если вы заметили, что один глаз серьезно потемнел, если это произошло очень быстро и недавно, обратитесь к врачу, пусть он вас осмотрит. Я рассказываю про то, что, возможно, вы с этим спокойно живете, но он начало беспокоить, потому что вы работаете с людьми, вы не хотите выглядеть уставшим, люди начали делать замечания. Если вы так выглядите, люди ощущают, что в вас мало энергии. И если они это чувствуют, если они так думают, обращают на это внимание, они не смогут оценить все ваши таланты в полной мере. И об этом мы поговорим, друзья. Вы должны сохранить свой имидж. В помощь к этому видео я написал отличную статью. Кроме того, там найдете бесплатную книгу по уходу за кожей. Прочтите ее, она очень полезная, потому что там изложено множество деталей, друзья. И по-быстрому, что вызывают эти круги? Первое – это возраст. С возрастом, как мы становимся старше, все отражается на коже. Само собой, ваша кожа меняется, уходит жир, теряется упругость, и область, где это раньше проявляется, прямо под глазами. Второй фактор – это ваша генетика. И это влияет так же сильно, как и возраст, если не сильнее. Если вы видите в вашей семье, если в вашей семейной истории круги под глазами обычное дело, друзья, у вас они тоже будут. Замечательно, если вы можете предпринять меры, чтобы их убрать. Но поймите, если это семейное, этого будет трудно избежать. Третья вещь, которая может вызвать это, и она очень распространенная, вы страдаете аллергией. Это может быть аллергия на еду, на пыльцу, но смысл в том, что ваше тело реагирует, и появляются темные круги. Я лично страдаю от этого, и мои дети немного. И даже если вы не задумывались, это может иметь к вам отношение. Когда у меня ярко проявлялась аллергия, у меня были большие круги под глазами. Друзья, в таком случае принимайте противоаллергенные препараты, сходите к врачу и найдите свое решение. Четвертое, на что я хочу обратить внимание, быстрая потеря веса. Это прямо влияет на вашу кожу. Итак, если у вас есть лишний вес, и вы резко начинаете терять его, у вас появятся мешки под глазами. Наконец, поговорим о воздействии солнца. Злоупотребление солнцем может привести к темным кругам. Друзья, вы обратили внимание, что я не сказал про сон? Потому что знаю, что у многих с этим проблемы. Не всегда дело в этом, но сон на это напрямую влияет. Поэтому для меня это шаг номер один. Первое, что вы должны сделать, чтобы убрать круги под глазами, высыпайтесь. Друзья, у меня есть готовое видео, как спать лучше. Посмотрите его. Но об одном я не сказал в этом видео, что проблема может заключаться в большой подушке. Лично я люблю маленькие и тонкие подушки, но нужно, чтобы она немного приподняла вашу голову. Приподнятая голова, пока вы спите, обеспечивает лучший отток крови, так вы менее вероятно проснетесь синяками под глазами. Второй шаг. Упражнение. Да, вы знали, что я об этом скажу. Но, друзья, если вы не будете заботиться о своем теле, если не защитите то, что имеете, вы будете страдать от множества разных вещей. И круги под глазами – одни из них. Третий совет. Пейте больше воды. Отличное правило, которое я услышал. Возьмите ваш вес, разделите на два, и вот сколько унций вам нужно пить. Итак, сколько в моем случае? 85 унций, 2 литра. Где-то 10 стаканов воды. Немного больше, чем рекомендуется. Но я так пью и вижу выгоду от этого. Друзья, пейте немного больше воды. Не переусердствуйте. Четвертый совет. Используйте крема, специально разработанные для нижних век. Почему? В руках у меня Брикел, компания, с которой я ранее сотрудничал. Отличная компания. Бальзам для глаз и подобные штуки содержат в себе больше масла. Они плотнее, чем обычный крем для лица. А также содержат MSM протеины, пептиды алоэ, которые специально добавлены, чтобы убрать круги и питать кожу. Попробуйте. Пятый совет. Поговорим о прямых аппликациях. Возможно, вы видели, как огурцы, картошку, листья чая кладут на глаза. Все это есть у вас дома. Вы можете приложить к глазам, и это оказывает противовоспалительный эффект. Но я определил лично для себя, что мне помогают холодные компрессы. Я обычно использую что-то холодное. Не лед. Обычно это небольшой бисер, и просто кладу на свое лицо. И я обнаружил, что после этого, после пяти, десяти минут, я чувствую себя здорово, и круги под глазами исчезают. Шестой совет. Поменяйте свое питание. Добавьте листовую капусту, шпинат, зеленый чай, салат. Почему? Потому что они содержат витамин К и В12. А также я люблю морепродукты и еще мясо. Итак, говядина, моллюски, рыба, ну, что еще? Индейка, печень. Все это содержит в себе большое количество железа, что здорово помогает избавиться от темных кругов. Итак, друзья, седьмой совет. Лечите аллергию. Вернемся в начало. Я говорил об этом. Нужно бороться с корнем проблемы. Если определили, что это связано с аллергией, нужно понять, на что аллергия, почему так происходит. Пыльца ли это? Или это что-то с диетой? Большинство людей едят то, что негативно сказывается на здоровье. Они даже не знают, каково себя чувствовать нормально. Итак, друзья, следите за питанием. Увидите, как это поможет. На этом все, господа. Как я говорил, у меня есть бесплатная книга по уходу за кожей. Читайте. Я там расскажу про различные бренды, которые я рекомендую, разные лосьоны и подобное. И также найдете много советов. Я хотел бы увидеть ваши комментарии, что вам понравилось или что я упустил. Оставьте свои комментарии. Мне нравится их читать. Я люблю вас учиться. Увидимся в следующем видео. Берегите себя.